Я думаю, что в Шаре есть дух, дух любви к своему аулу, дух любви к его самой деятельности, дух любви к людям. Он даже не отказывается брать каких-то чужих, предположим, баранов, которые их просят. То есть он безотказный, очень хороший человек. Ну, и таких в нашей стране очень много. Вот именно в аулах вот такие отзывчивые, ну, такие пожилые люди. Все, независимо от пола, это очень удивительные люди. Вот в основном, просто в моем герое, в персонаже, который я играю, я думаю, что первым, конечно, присутствует дух. И оказывается в такой ситуации, как, например, что он попал в такую ситуацию, этот человек хоть и отчаивается, но продолжает, как бы, ну, продолжает, грубо говоря, драться даже. И за свою жизнь, за свою это. Он все это оберегает. Ему бы убежать, бросив все, но он знает, что такое там овцы, что такое это. А то, что он любит своих овец, он каждому, каждой овце, каждому это присвоил имена, ну, там, футболистов мирового класса, потому что он сам по себе любит футбол, очень переживает. Ну, он, честно говоря, я играл, может быть, самого себя. Я точно так же люблю футбол, переживаю, и именно как раз бразильскую сборную. Вокруг меня, я же жил среди артистов, актеров, и поэтому даже вот то, что жаль, что я не профессиональный актер, это дало мне большую, так сказать, именно дружбу с этими людьми, общение, даже от Сергея Кожамкулова, от Ташки. Они все это даже, начиная с пожилого возраста, до современных уже прекрасных актеров, я общался вокруг них. Дело в том, что я сам из творческой семьи, мало того, я работал в творческом, так сказать, предприятии, киностудии «Казакфильм», и поэтому я почти постоянно общался с актерами и артистами разных, так сказать, театров. Почему же я не этнический казак? Я стопроцентно этнический казак. Да, просто у меня проблема, наверное, так получилось, что с языком у меня это, проблема. Но я сейчас повышаю свой этот, теперь я более-менее стал, а так, конечно, тяжело было разговаривать на родном языке, хотя и стыдно, и обидно, но я думаю, что мы поправим это положение. Мне добрый Дед Мороз на Новый год, 24 декабря, подарил ключи от квартиры, я верю теперь в этого доброго Деда Мороза. И всем предлагаю, кто отчаивается, верит, ну, во всяком случае, что это светлое и хорошее. Можно сказать, не скрою, это Ермек Турсунов и его команда.